вот по поводу чикагской декларации следующие 40 минут до конца нашего этого часа 35 минут мы с вами будем очень подробно говорить поэтому я попрошу вас взять этот документ в руки чикагская декларация позволит нам позволит нам с вами повторить вспомнить и все-таки углубить те знания которые мы имели и уже имеем по этому вопросу вот здесь некоторое количество статей и давайте сделаем так и справа двигаться сначала вы ваши ваши ряды до правая часть нашей аудитории права от меня левая от меня я прошу каждого из вас начиная с вадима вадим да да начиная с вадима прочитать одну статью вот вадим читает статью и пытайтесь просто его прокомментировать в частности скажите пожалуйста если сможете по некоторым сможете по другим нет с какими конкретными взглядами полемизирует автору этого документа и я думаю когда мы будем когда это все будет редактировать есть смысл когда читается текст его выдавать на экран чтобы зрители могли также в этом участвовать вадим пожалуйста прочитайте первую статью мы утверждаем что священное писание следует принимать как авторитетное слово божье мы отрицаем что писание получает авторитет через церковь предания или другие человеческие источники знаете вот здесь вам немножко повезло вадим потому что мы пока с вами как антошка то это мы не проходили от нам не задавали вот это мы не проходили поэтому я прокомментирую здесь так чтобы двигаться на вперед а это вопрос авторитет евангельское богословие признает свящи что священное писание получила авторитет непосредственно от бога и соответственно как слово божие оно само имеет авторитет другие школы другие учения с которыми полемизируют авторы этого документа считают что писание наделено авторитетом от церкви иными словами вот мы сегодня об этом будем говорить с вами связи с каноном церковь приняла какие-то книги проголосовала за какие-то книги и поэтому церковь наделяет их авторитетом если бы церковь и авторитетом не не наделила то и не были бы они авторитетны фактически и здесь утверждается очень важное положение богословия евангельских христиан авторитет священного писания выше авторитета церкви в богословии католическом это не так там есть авторитет писания авторитет преданий авторитет церкви кроме скажет что они равны кто-то авторитет церкви превознесет и будет утверждать что церковь наделяет писание авторитетом вот в евангельском огословии припитались они выше любого другого авторитета это кажется теорией а вот Теперь вам практическая ситуация, которая позволит вам понять, о чем идет речь. Представьте себе, что братский совет некой евангельской церкви принимает какое-то решение. И группа верующих из этой церкви идет к братьям и говорит, «Братья, мы не согласны с этим решением. Давайте посмотрим Библию, мы считаем, что ваше решение противоречит Библии. Вот давайте откроем такое-то место, такое-то место. Вот мы с вашим решением не согласны, мы вас очень любим, мы вас принимаем. Но, братья, раз уж вы приняли такое решение, объясните нам, пожалуйста, как оно обосновано с библейской точки зрения. И вот представьте себе, что братья говорят, «Так, ребят, мы вообще тут верующие все по 10-15 лет, а вы только год назад уверовали, где-то там ездили, чему-то научились. Короче, сидите себе спокойно и не вмешивайтесь в те дела, которые вам недоступны. Вот мы поставлены, мы решили, все». Фактически, таким поступком лидеры церкви нарушили вот этот принцип. Они нарушили принцип авторитета Священного Писания. Может быть, не специально, может быть, у них просто плохое настроение было, может быть, они видели в этих молодых братьях дух противления, еще какие-то могут быть причины для этого. Но, в принципе, раз мы говорим, что авторитет для нас выше, авторитет Священного Писания, то и любые действия наши в Повестной Церкви, да и вообще говоря в жизни, мы должны иметь возможность обосновать с точки зрения Священного Писания. Я не могу сказать, ребята, я так поступил просто потому, что я пастор, я прав, потому что у меня есть права, да? Вот авторитет Священного Писания так поступить нам не позволяет. И с другой стороны, если мы с чем-то не согласны, мы не можем прийти к братьям и сказать, «Слушай, физиономия мне твоя не нравится, и поэтому я с этим не согласен». Не с физиономией, конечно, да, с ней я по умолчанию не согласен, а с тем, что ты делаешь. Вот я должен все-таки полагаться на авторитет Священного Писания, а физиономия делаю уже третье или даже десятое. Вот практические вещи, которые следуют из того, о чем сейчас прочитал Вадим. А следующая статья, следующая часть. Дмитрий, да? Пожалуйста. Мы утверждаем, что Священное Писание – это высший авторитет, данный Богом, и что авторитет Церкви подчинен авторитету Писания. Мы отрицаем, что символ веры, постановление соборов и другие или другие документы по своему авторитету превосходят Библию или равны ей. Спасибо большое, Дмитрий. На самом деле это такое расширение, толкование, развитие предыдущего пункта. Ведь Церковь, в частности католическая Церковь, имеет некие внутренние документы. Да и не только католическая Церковь, если вообще возьмем Вселенскую Церковь. Вот есть все постановления, допустим, Вселенских соборов. Как соотносится авторитет Священного Писания и авторитет вот этих документов? Мы с вами постоянно обращаемся к Библии. Если вы поговорите, допустим, с нашими православными друзьями, то они будут ссылаться на Отцов Церкви, они будут ссылаться на церковные постановления. Ну, если они, конечно, их знают. Проблема в том, что многие православные этого не знают, поэтому и не ссылаются, а хотели бы. Да, или на предание. Вот тут авторитет Писания в этом моменте очень четко сопоставляется с другими авторитетами. Спасибо. Едем дальше. Там у нас Саша дальше, да? А, кто? Алина. Алина, пожалуйста. Мы утверждаем, что записанное слово во всей своей полноте есть откровение, данное Богом. Мы отрицаем, что Библия – это всего лишь свидетельство откровения, или что она становится откровением лишь субъективно, или что ее подлинность зависит от реакции человека. Алина, попробуйте, пожалуйста, прокомментировать. Вот понятно, что Библия – это откровение целиком, во всей своей полноте, согласно 2 Тимофею 3,16. А какой из записанных нами взглядов опровергает, или отрицает, скажем так, не опровергает, а отрицает вторая часть этой статьи? Может, вспомните термин? Что слово становится откровением лишь субъективно и так далее. Кто может помочь? Нео? Неоортодоксально. Неоортодоксально, совершенно верно. Но взгляд Карла Барта здесь авторы этого документа не признают. Они говорят, что в Библии есть откровение объективно, а не субъективно. Хорошо, спасибо большое. Кто у нас дальше сидит? Саша, пожалуйста, 4 статья. Мы утверждаем, что Бог, сотворивший человека, использовал язык как средство откровения. Мы отрицаем, что тварность человека и несовершенство языка делают язык непригодным для Божьего откровения. Мы отрицаем также, что грех, осквернив культуру человека, и в том числе язык, исходил Божье откровение. Да, полемика с кем здесь? С либерально-евангелическим, да. С взглядом Клайва Льюиса, совершенно верно. Бог действительно использовал язык, но язык тем самым не... Язык по этой причине все-таки не исказил Слово Божье. Слово Божье осталось неисказанным. Язык здесь свои негативные роли не сыграл. Большое спасибо. И, Саша, пожалуйста, пятое. Мы утверждаем развитие Божьего откровения в Священном Писании. Хотя более позднее откровение может исполнить откровение, данное ранее. Мы отрицаем, что позднейшее откровение может противоречить раннему и исправлять его. Мы отрицаем также, что после написания книг Нового Завета Бог давал людям дополнительные нормативные откровения. Вот здесь есть несколько... Спасибо большое, Саша. Здесь есть несколько важных вещей, которые нужно отметить. В некоторых взглядах, особенно в либеральных взглядах, говорилось так, что Бог на каждом этапе давал разные откровения. И иногда более поздние откровения опровергали те откровения, которые были даны раньше. И, соответственно, мы приходим к тому, что, в принципе, Бог может взять и дать еще одно новое, следующее откровение, которое опровергнет таким образом все откровения предыдущие. Здесь авторы этого документа сформулировали общую позицию, которая содержит несколько элементов. Во-первых, да, действительно, откровение развивается. Ну, давайте, допустим, представьте себе, что знал Адам по поводу искупления. Наверное, кое-что знал. Бытие, 3 глава, 15-16 стихи. О семени женщины и семени змеи, о том, что потомство, потом их семя женщины будет... Что семя женщины паразит, да, наступит на голову змея, паразит в голову, а змей будет жалить ее в пету. Но это он уже знал. Что знал Моисей? Моисей знал немножко больше. Моисей знал о пролитии крови. Моисей знал о том, как народ израильский был выведен из Египта. Моисей знал уже систему жертвоприношения. Он не знал, что будет дальше. Но вот настолько он уже знал. Что знали пророки? В общем-то, тоже достаточно много знали. Один из, кстати, интереснейших вопросов... Вот ветхозаветные пророки, когда они писали свои тексты, они вообще понимали, что пишут? Или нет? И, в общем-то, до какого-то предела они понимали. Но есть вещи, которые мы понимаем дальше, только в свете более позднего откровения. Значит, постепенно откровение Божие нарастает. Бог все больше и больше нам открывает. Не случайно, Блаженная Августин писала в соотношении Ветхого и Нового Заветов о том, что Новый Завет сокрыт в Ветхом, а Ветхий раскрыт через Новый. То есть, в Ветхом Завете мы уже видим в сокрытом виде то, что потом появится в Новом, а Новый Завет раскрывает до конца то, что уже было сказано в Ветхом. Вот это постепенность откровения. Иногда это называют словом прогрессивное откровение. Вот постепенность откровения евангельские христиане принимают. Мы с вами согласны, что Бог действительно открывает какие-то вещи постепенно. Вот что мы отрицаем, так это мысль о том, что Бог взял какое-то новое откровение и дал, и все, что было раньше, оказалось перечеркнутым. Еще одна вещь, важная вещь, которая здесь находится. Вот имея этот текст перед глазами, оцените, пожалуйста, следующее. Представьте себе, что я пришел к вам вести занятие и говорю, знаете, братья и сестры, вот сегодня ночью у меня было видение от Бога. Бог обличил меня, и через меня Он обличает сегодня всю церковь. И Он говорит, братья и сестры, дети мои, я призываю вас бросить прямо сейчас все свои дела, бросить то, чем вы занимаетесь, и поехать благовестовать, поехать нести служение, ну, допустим, в какую-то конкретную страну. Или поехать построить христианский город. Давайте мы вместе построим христианский город, христианскую страну, где-нибудь найдем место, где еще не заселили, откуда нас не попрут. Ну, Бог покажет. Он покажет нам обетованную землю. Вот Бог через меня всем вам дает новое откровение. Кто со мной? Вперед! Вот. Вот с точки зрения пока вот этого фрагмента доктринального, который мы сегодня прочитали, прокомментируйте, пожалуйста, ту убредятину, которую я только что нес. В чем, вот где здесь, скажем так, как здесь на этом, в этом документе, какая здесь позиция по такому вопросу? Здесь новое откровение дается. Хотя Библия – это есть законченное откровение. Библия – это законченное откровение. Совершенно верно. А что там по поводу нормативного откровения сказано? Прочитайте, пожалуйста, вот в этой пятой статье. Мы отрицаем также, что после написания книг Нового Завета Бог давал людям дополнительные нормативные откровения. Совершенно верно. Я слово нормативное вам подчеркиваю здесь, устно пока подчеркиваю. Вот почему. Если мы скажем, что мы отрицаем, что после написания Нового Завета Бог давал людям новые откровения. Обратите внимание, я убрал это словечко отсюда. Просто новое откровение. Тогда у нас получится на самом деле глупость, потому что после Нового Завета Бог давал людям новые откровения. Я уверен, что многие из вас в своей жизни могут вспомнить ситуацию, когда Бог вам показывал, Бог вам лично открывал, что вам нужно сделать то-то и то-то. Вот когда я уже сколько получается, 18 лет назад решал для себя важный-важный вопрос. Вот эта девушка, которая так мне понравилась, это просто влюбленность, это мое состояние. Или Бог действительно приготовил нас друг для друга, для того, чтобы она стала моей женой, а я стал ее мужем. Ответ для меня был от Бога совершенно очевиден. Это не влюбленность, это нечто большее. Бог мне открыл свою волю, и я и моя жена очень рады, что Бог нам тогда обоим ее открыл. Вот если бы было написано, что Бог не дает нам больше никаких откровений, было бы, друзья мои, очень грустно. Но авторы этого документа здесь написали очень четко, Бог не дает новых нормативных откровений. То есть откровений, которые являются нормой, или следование которым необходимо требовать от других. Вот Бог может мне дать откровение, что я должен, не знаю, поехать, нести служение там-то и там-то. Но Бог не может мне дать откровение, с которым я потом пойду и буду говорить всей церкви. Так, братья и сестры, вот от Бога для нашей церкви есть то-то и то-то. Вы спросите, подождите, подождите. А вот, допустим, пастор приходит, или пасторский совет приходит и говорит, вот нам нужно строить дом, да, строить здание церкви. Или нам нужно открывать такое-то служение. Как же, как насчет таких откровений? Ну, простите, эти откровения, во-первых, соответствуют священному писанию. А во-вторых, вы как пасторы, или мы как пасторы, не говорим, а Бог напрямую сказал нашей церкви. Понимаете, как нормативное откровение. Мы говорим, что Бог поставил нас служителями в этой церкви. И вот нам, как служителям, Бог дает вот это видение. Если вы принимаете нас как служителей, видите, опосредованный такой характер, да, то мы надеемся и мы молимся, что вы примете и видение, которое Бог дает нам для нашей церкви. И мы постараемся объяснить вам, почему это важно, и повести вас за собой. Но если вы считаете, что это видение в корне неверно, ну, может быть, тогда у нас нет призвания быть служителями именно в этой церкви. Или нет призвания быть служителями вообще. Ну, тут нужно подумать. То есть, это все-таки получается опосредованная система. Это мы не говорим, что вот Бог поставил меня пророком сегодня и для нашей церкви. Бог говорит мне то-то, понимаете, в Ветхом Завете за пророков не голосовали. Те пророки, за которых голосовали, которых, в общем-то, поддерживали, обычно оказывались лжепророками. А голос, голосованиями эти вопросы не решались. Вот вам практическое применение этого пятого пункта. Прежде чем пойти дальше, вопросы есть. Так, тогда дальше Эльвира. Мы утверждаем, что все Писание в целом и каждая его часть в отдельности, вплоть до самих слов подленький, суд результата Божьего откровения. Мы отрицаем всякую возможность постулировать боговодохновенность всего Писания, но не его частей. Ровно как и боговодохновенность лишь отдельных частей Писания без целого. Очень коротко, значит, речь идет вот о чем. Что мы не можем говорить, что вот какие-то книги боговодохновенные, а все Писание нет. Или, допустим, все Писание боговодохновенно, а какие-то книги там небоговодохновенные. Это некая полемика, извините, против либерального взгляда. Вот с боговодохновенностью так. Либо все, либо ничего. Тут совершенно такой максималистский подход. Точно так же, как, например, невозможно быть чуть-чуть христианином. Либо вы христианин, либо вы не христианин. Либо вы человек верующий, либо вы человек неверующий. Вот чуть-чуть не бывает. Чуть-чуть боговодохновенным быть также нельзя. Потому что Бог не ошибается. Так, хорошо. И седьмой пункт. Кто у нас дальше сидит? Ирина, пожалуйста. Мы утверждаем, что вдохновение – это дело Божие. Бог духом своим дал нам слово свое через авторов книг Писания. Писание происходит от Бога. При этом механизм Божьего вдохновения во многом остается для нас тайной. Мы отрицаем, что вдохновение сводится лишь к человеческому таланту или к особому обостренному религиозному сознанию. Спасибо. Помните, я вам в прошлый раз показывал Моисея, который сидел и думал, думал, думал. В конце концов, надумал такое, что мы с вами до сих пор поражаемся. И вы поняли, что это совершенно не библейский образ. А ведь такие картинки рисуют в своих трудах очень серьезные люди, очень серьезные ученые. Например, можете прочитать о том, что у греков был талант к философии, у римлян был талант к военному искусству, у римлян как у нации, а у иудеев был религиозный талант. Вот они достигли высот религиозного сознания. Ну, послушайте, если уж и был у иудеев какой талант до вавилонского плена, так это талант идолослужения. То есть, вот капища этих самых идольских жертвенников, они наставили там столько, что держись. А как раз вот по поводу этого таланта Бог их неоднократно говорит, что, ребята, хватит. И после того, как они в Богом данную им землю внесли богов других, не весть откуда, Бог и отправил их на определенное время, не весть куда. Хотите служить их богам, служите им в их первоначальной среде обитания, что же называется. Ну, после чего всякое желание служить идолам у них прошло очень-очень надолго. Так что о религиозном таланте израильского народа можно говорить весьма условно. Речь не о том, что вот эти люди были гениями богословия. Речь о том, что через этих людей работал великий Бог. Ну, когда мы переносим это с вами на наше сегодняшнее житие, бытие, когда мы понимаем нашу с вами сегодняшнюю жизнь. Речь не о том, что в Курске или... Речь не о том, что в том или ином городе нет более красноречивых людей или лучших организаторов. И поэтому Бог ставит нас с вами пастырами, проповедниками, учителями и так далее. Речь о том, что Бог вот по какой-то причине, известной только Ему, решил нас таким образом использовать. Хорошо. Валерий, пожалуйста, восьмую статью. Восьмую, да? Угу. Мы утверждаем, что Бог использовал особенности личности и стиля приготовленных им писателей. Мы отрицаем, что Бог, побуждая его, записывать Бога вдохновенные слова, свел на нет их личности. Да. Ну, тут прямой совершенно выпад в сторону чего? В сторону фундаменталистского взгляда. Да, тут прямой выпад в сторону фундаменталистского взгляда. Мы можем пойти дальше. У нас свежего писания. Мы видим и личность, мы видим и стиль, и мы видим и подготовленный доставатора, и даже можем как бы угодовать, кем он в то время работал, можно сказать. Легко, совершенно точно, легко. И вот, кстати говоря, именно это делает писание таким привлекательным и таким интересным. Мы с вами будем говорить о переводе в пятницу, о переводе писания. И один из серьезнейших, на самом деле, недостатков русского перевода Библии, синодального перевода Библии, при всем моем к нему уважении, один из серьезнейших недостатков этого перевода заключается в том, что все авторы там говорят одним и тем же языком, одним и тем же стилем. И стиль там некий такой, знаете, возвышенный. Ну, во-первых, когда мы читаем Библию, это величайший пример многоголосия. Представьте себе хор или представьте себе даже оркестр, лучше оркестр с его группами инструментов. Там есть и струнные, там есть и духовые. Вот, соответственно, у каждой из них свой голос. А в оригинале Священного Писания вот эти голоса слышны. И вот это многоголосие, на самом деле, привлекает... Я думаю, у каждого из вас есть свой любимый автор из библейских писателей. И свои любимые книги Библии. Кому-то нравится, допустим, в Новом Завете быстрота, темп, динамика Евангелия от Марка. Но это нормальное совершенно такое... Он же писал до римлян. Это Винни-Видди Винци. Пришел, увидел, победил. Все быстро. Кому-то основательность Луки, а кому-то и философский такой голос Иоанна. Можно? Да, пожалуйста. А как относиться в данном контексте к различным переводам? Радостная весть там... Вопрос на пятницу. На пятницу, да? В частности, радостная весть вот эту проблему решает. У нее есть другие проблемы, но она решает вот эту. Вот. Итак, значит, мы с вами остановились на восьмой, да? Почитали восьмую. Девятую статью кто у нас дальше почитает? Заново, да, Вадим? Вот девятая очень важная статья. Пожалуйста. Мы утверждаем, что Божье вдохновение, не делая авторов Писания всеведущими... Всеведущими. Всеведущими. Тем не менее, позволило им говорить и писать истинно и достоверно по всем вопросам, по которым Бог побудил их высказаться. Мы отрицаем, что греховная человеческая природа авторов намеренно или случайно привела к появлению искажений или неточностей в Слове Божьем. Да, вот это некий такой выпад в сторону неоевангелического подхода. Речь идет вот о чем. Отчасти либерального. Да, и отчасти либерального тоже. Спасибо, да, совершенно верно. Вот если авторы священного... Да, во-первых, авторы священного Писания не стали всезнайками. То есть, ну, всеведущими здесь переведено, так, видите, несколько возвышенно. То есть, это не значит, что они знали все. Вот как мы с вами читали, Павел не вполне был уверен по поводу того, сколько он человек крестил в Коринфе. Ну, не вел он, понимаете, компьютерных баз данных, ну, или даже списков на бумажечках. А вот так все было в голове. И он и говорит, что он не уверен. Но при этом, когда Павел, допустим, говорит о браке, разводе, повторном браке, о служении в церкви, об использовании языков и так далее. Вот он знает, о чем говорит. И говорит авторитетно. Потому что в этот момент, в данный момент, через него говорит сам Бог. Через него говорит сам Бог. И вот разбирать, расслаивать, разделять слова на то, что от Бога и на то, что не от Бога, дело совершенно бесполезное. Идем дальше, пожалуйста. Десятая статья. Мы утверждаем, что Божье вдохновение, строго говоря, распространяется лишь на автографы Писания. Текст которых, благодаря охраняющей Божьей руке, можно восстановить по имеющимся рукописям с высочайшей степенью достоверности. Мы утверждаем также, что списки или переводы Писания богодухновенны в той мере, в какой они правильно воспроизводят подлинник. Да, тут... Спасибо большое, Дмитрий. И тут, на самом деле, использовано слово «автографы», которое мы не использовали, а в конце использовано слово «подлинник». И мы об этом с вами подробно говорили, что, строго говоря, богодухновенны только автографы, только подлинники. Опять-таки, напомню вам, и в пятницу мы об этом будем говорить больше, подробнее, что не все с этим согласны. И в некоторых традициях, и переводы священного Писания признаются как богодухновенные. В частности, вот старославянский перевод в некоторых традициях считается до бога духовновенным. Евангельские христиане с этой позицией не согласятся. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Мы отрицаем, что отсутствие автографы отражается на каком-либо существенном пункте христианского учения. Мы отрицаем также, что учение о безошибочности Писания опровергается или подрывается отсутствием подлинника. Спасибо. Об этом мы с вами будем говорить завтра в связи с рукописями. Некоторые полагают, что тексты мы восстанавливаем по рукописям и, возможно, искажено богословие. Допустим, один из ярких примеров, который мы будем обсуждать, но можете на досуге посмотреть. Первое послание Иоанна, 5 глава, 7 стих. В большинстве ранних рукописей этого стиха нет. А стих этот, между прочим, относится ни много ни мало как к учению о Троице. Так вот, вопрос. Если, в принципе, не было бы вот этого стиха, 1 Иоанна, 5-7, означало бы это, что учение о Троице подрывается? Ну, одного аргумента по пользе учения о Троице у нас бы тогда не было. Но других аргументов достаточно для того, чтобы независимо от 1 Иоанна, 5-7, видеть и исповедовать библейское учение о Троице. Иными словами, да, у нас существуют определенные текстологические проблемы в Библии, которые нам нужно решать. Однако, ни одна из этих проблем не отрицает или не подрывает важнейших богословских постулатов. Вот на практике конкретно мы с вами это увидим по рукописям, когда до этого дойдем. Спасибо большое. Алина, пожалуйста, 11-я. Мы утверждаем, что богодохновенное Писание непогрешимо. Оно истинно и достоверно по всем вопросам, которые в нем поднимаются, и никак не может вести нас в заблуждение. Мы отрицаем, что непогрешимое Писание может в то же время содержать ошибки. Непогрешимость и безошибочность – различные, но неразделимые понятия. Вот безошибочность – это понятие евангелического богословия, такого консервативного богословия. Непогрешимость – это понятие неоевангелического богословия. Вот консервативное богословие может принять и непогрешимость, и безошибочность. А неоевангелическое богословие принимает только непогрешимость, считая, что в каких-то других вопросах священное Писание может ошибаться. И 12-е, пожалуйста, Саша. Мы утверждаем, что все Писание безошибочно, то есть не содержит никакого обмана, подделки или лжи. Мы отрицаем, что Библия непогрешима и безошибочна. Лишь в религиозных и духовных вопросах, но не в вопросах истории и науки. Мы отрицаем также правомерность использования научных гипотез о естественной истории для опровержения библейского учения, о творении и всемирной подруге. Вот здесь, спасибо большое, Саша, здесь очень тонкая грань. Я бы хотел, чтобы мы эту грань поняли с вами. Потому что непонимание этой грани сейчас может привести нас к путанице в будущем. Мы говорили вчера с вами о неоевангелическом взгляде, по которому Библия говорит истину, правду, только в вопросах спасения, только в вопросах духовных. А по всем остальным вопросам она может заблуждаться, она может учить утверждать неправду. И для неоевангелического взгляда это вполне нормальная позиция. С другой стороны, говоря о безошибочности Библии, мы утверждали, что к ней нельзя применять подходы современной науки. Так не одно ли это и то же? С одной стороны, мы сказали, что в Библии не применяются подходы современной науки, и здесь об этом тоже говорится в этом же пункте. А с другой стороны, мы так отрицаем позицию неоевангеликов или неоевангелического богословия, в котором Библия просто признается безошибочной лишь в духовных вопросах. На самом деле, это не одно и то же. Есть очень тонкая грань, которую здесь нужно с вами увидеть. Как евангельские христиане, мы с вами считаем, мы с вами признаем, что Библия говорит истину обо всех вопросах, о которых в ней говорится с учетом особенностей языка, с учетом особенностей понимания того времени. Мы говорим, что Библия не научная книга, но когда Библия говорит о научных вопросах или вопросах истории, допустим, Библия утверждает истину, Библия говорит истину. Вот, например, скажем так, один из интереснейших примеров, который позволяет нам проиллюстрировать вот эту разницу в подходах, это пророчество о восстановлении Израиля. Пророчество о восстановлении Израиля, которых мы в Ветхом Завете видим достаточно. В частности, о том, что иудеи соберутся в свою землю, будет восстановлено государство, со временем будет восстановлен храм, и вы помните потом, какие события уже в книге Откровения развернутся вокруг этого храма. Вот это совершенно конкретное библейское пророчество. Значит, дело в том, что до конца Второй мировой войны, когда после Холокоста серьезно был поставлен вопрос, о необходимости израильского государства в Палестине, очень многие исследователи Библии считали библейскую мысль о восстановлении Израиля или ошибкой, или аллегорией. Вот иудеям хотелось, чтобы Израиль был восстановлен. И поэтому эти пророчества и написаны в Библии. Это явно человеческая мысль. Ну там арабы живут, но какое восстановление Израиля? Какое возрождение, возвращение иудеев в Палестину? Вообще о чем вы говорите? И уже дальше какое восстановление храма? Так вот вам два взгляда. Евангелический взгляд, так сказать, консервативный евангелический взгляд говорит о том, что да, и говорил всегда о том, что да, будет реальное восстановление Израиля. И мы сейчас верим, что будет реальное восстановление храма. Ошибки здесь нет. Потому что Священное Писание говорит, что в истории вот эти события произойдут. Первое из них уже произошло, а храм пока не восстанавливается. И пока не очень понятно, как он будет. Но послушайте, сто лет назад не очень понятно было, как Израиль будет восстановлен. Бог устроил это по-своему. Это консервативный евангельский взгляд. Неоевангелический взгляд скажет, что совершенно не обязательно будет восстановлен Израиль. Может быть, и храм не будет восстановлен. В конце концов, это вопрос истории. Это не вопрос вероучения. В общем, вполне возможно, что здесь есть ошибки, здесь есть неточности. Наверное, это все-таки аллегория. Понятно, да? То есть, в этих сложных, в этих спорных вопросах евангельские христиане, консервативные евангельские христиане, готовы доверять Священному Писанию и в вопросах науки, и в вопросах культуры, и в вопросах истории гораздо больше. Да, иногда мы не понимаем. Но это не заставляет нас сказать, что давайте не будем в этом разбираться. Все равно Писание здесь может быть ошибочным. Кто у нас дальше читает следующий пункт? Последний, по-моему, да? Саша читал уже ведь? Да. Только что, тогда мы сейчас... Еще Саша. Еще Саша. Это 13. А, 13, извините, пожалуйста. Мы утверждаем правомерность богословского термина безошибочность для обозначения полной истинности Писания. Мы отрицаем правомерность применения Писания критериев истины, чуждых его сущностей или целям. Мы отрицаем также, что некоторые особенности Библии, такие как отсутствие в ней современного научного языка и точности, грамматические и орфографические особенности, восприятие природы глазами наблюдателя, пересказ ложной информации, использование гипербол или округленных чисел, тематическое расположение материала, варианты в параллельных местах, свободное цитирование подрывают учение о безошибочности. В Библии... Спасибо большое, Саша. В Библии ведь написано, что Бога нет, правильно? Написано в Библии, что Бога нет? Или не написано? Написано. Где? С 40-го. Сказал безумие в сердце своем, нет Бога. Помните, да? Сказал безумие в сердце своем, нет Бога. Значит, в Библии написано, что Адам и Ева не умрут. Сатана сказал, нет, не умрете. Библия иногда передает ложную информацию, но в данном случае она не говорит, что эта информация истина. От того, что информация передана в Библию, она не становится истиной. То, что безумец сказал в сердце, нет Бога, это истина. Но то, что нет Бога, это ложно. Библия таким образом передает слова безумца, при этом Библия не становится ошибочной. И 14 пункт. Пожалуйста, Эльвира. Мы утверждаем единство и внутреннюю целостность Писания. Мы отрицаем, что остающиеся пока необъясненными ошибки и противоречия Писания опровергают доктрины о безошибочности. Спасибо. Смысл вот в чем. Если мы чего-то не объяснили, то Писание не безошибочно, то Писание ошибочно. Мы это отрицаем. Мы говорим, что да, чего-то мы не понимаем, но со временем поймем. Потому что как только мы уйдем в либеральное богословие, там, друзья мои, проблемы свои, проблемы другие. Ирина, пожалуйста, 15 пункт. Мы утверждаем, что доктрина о безошибочности основана на библейском учении о богодухноведности Писания. Мы отрицаем попытки объяснить учение Иисуса о Писании ограниченности его человеческой природы или желанием приспособиться к уровню мышления его современников. Да. Ну вот некоторые говорят, что Иисус, может быть, все знал, но по человеческой природе был ограничен или говорил с людьми как с ограниченными сотворениями, поэтому он сказал им не совсем точно и не совсем правильно. И 16 пункт. Валерий. Мы утверждаем, что учение о безошибочности всегда была неотъемлемой частью доктрин церкви. Мы отрицаем, что безошибочность всего лишь выдумка сколастического протестантизма и реакции на развитие негативной высшей критики. Иными словами, что о безошибочности говорили и безошибочность исповедовали всегда, а не просто начали об этом говорить в 20 веке. Спасибо. Дальше у нас опять Дмитрий. Дмитрий, извините, Вадим. Вадим. Мы утверждаем, что Святой Дух свидетельствует о Писании, удостоверяя верующих в выясненности Слова Божьего. Мы отрицаем, что Святой Дух действует вопреки Писанию или независимо от Него. Иными словами, что Святой Дух поддерживает священное Писание, с одной стороны. А с другой стороны, не может быть ситуации, когда Дух говорит, да, я, конечно, понимаю, что в Библии написано так, но сегодня ты будешь поступать иначе. Дух мне сказал, что Дух мне сказал. А где это в Библии? А не важно, где это в Библии, Дух мне сказал. Вот апостолы такого не знали, да, потому что Священное Писание – Слово Божие, а Дух Святой – Дух Божий. И следующее, пожалуйста, Дмитрий. Мы утверждаем, что текст Писания следует толковать при помощи историко-грамматического метода, учитывая литературные жанры и художественные приемы. Мы утверждаем также, что Писание толкует само себя. Мы отрицаем обоснованность и необходимость всякого исследования текста и поиска стоящих за ним источников. Если такое исследование ведет к релятивизму, дейстеризации или неспровержению библейского учения, а также к опровержению авторства Писания. Вот этим мы будем заниматься с вами на следующей неделе, разбором этого тезиса. 19-й, Алина. Мы утверждаем, что принятие абсолютного авторитета, непогрешимости и безошибочности Писания жизненно важно для здравого христианского учения. Мы утверждаем также, что исповедание этих доктрин ведет к дальнейшему возрастанию в образ Христов. Мы отрицаем, что принятие этих доктрин необходимо для спасения. Но мы также отрицаем, что непринятие безошибочности Библии пройдет безболезненно для каждого отдельного христианина и для всей церкви. Значит, с одной стороны, можно быть христианином, не придерживаясь всего того, о чем здесь говорится. Можно быть христианином, придерживаясь других учений. С другой стороны, придерживаясь других учений, мы ставим себя в очень опасное положение. Мы фактически начинаем ходить по тонкому и весьма скользкому льду. Можно быть христианином, не придерживаясь этих положений, но опасностей там гораздо больше. Духовные последствия и физические последствия из этого будут совершенно конкретные. Продолжение следует... Продолжение следует...